Онлайн 7 участников. Уважаемые коллеги, в этом докладе хочу представить результаты работы, которая позволила нам упорядочить представление о филогенетических связях тихоходок, которые находятся в основании клада хипсибиоидеа, а также уточнить токсономическое положение ряда форм, которые ранее были разбросаны по филогенетическому дереву, или их положение было вообще не вполне определенным. И, как всегда, говоря о систематике тихоходок, я в первую очередь обращаю внимание на то, что эта группа крайне гидно-морфологическим признакам. Собственно говоря, есть всего 4 комплекса признаков, с которыми мы имеем дело. Это признаки ротоглоточного аппарата, это глоточные плакоиды, ротовая трубка и вот здесь обращаю ваше внимание на гребни для прикрепления мышц протракторов стилен. Итак, значит, глоточные структуры, ротовая трубка и гребни для прикрепления мышц протракторов стилен. Это комплекс признаков, связанных с ротоглоточным аппаратом. Второе – это признаки, связанные с коготками, их расположение, их комплектация, их форма и наличие и отсутствие различного рода придаточных структур, как вот здесь, например, кутикулярные полоски в основании кутикулярных. Важным признаком является также наличие кутикулярных структур на поверхности тела. Это либо скульптура, вот в данном случае тонкая ретикулярная, а в некоторых случаях еще могут иметься такие бугорки, так называемые, их отличают от именно скульптуры, поскольку это полусферические либо конические выросты вообще стенки тела. То есть не именно только кутикула, а целиком вся стенка тела образует вот такие вот довольно обширные выросты на поверхности. Ну и последний признак, довольно важный в систематике нескольких групп, это особенности хориона отложенных яиц. Скульптура, форма выростов, их расположение, поверхность между ними, вот все вот это тоже используется в токсономии тихопонок. И вот для группы, для клада из ахипсибиоидеа как раз все вот эти комплексы признаков в полной мере используются, они все характерны для этой группы. Это надсемейство относится к группе клад, для которых характерны асимметричные коготки. То есть на каждой конечности, на каждой лапке имеются два коготка, которые расположены асимметрично. Вот главные ветви более длинные, так называемые вторичные ветви более короткие, и они, вторичные ветви в одну сторону направлены, в отличие от форм, у которых симметричные коготки на лапах. Это вот надсемейство макробиота и Д, где главные ветви в центре, а боковые ветви вторичные направлены в разные стороны. Долгое время это вообще просто считалось, что две как бы очерченные хорошо клады по именно муфологии коготков потом оказалось, что все несколько сложнее, и с такими вот асимметричными когтями есть две вполне себе четко очерченные клады. И одна из них это как раз надсемейство хипсибиоиде. И как раз исходно она была выделена как группа на основании именно строения коготкового аппарата. И чем она отличалась от близкой и группой, тоже характеризующейся асимметричными коготками, группой изохипсибиоиде? Это именно строением самих коготков. Вот слева показаны коготки хипсибиоидей, справа изохипсибиоидей. Для хипсибиоидей характерно слияние основания коготка с боковой ветвью в такую полулунную крюкообразную структуру. В то время как у изохипсибиоидей они сочленяются более-менее под прямым углом. В целом еще для хипсибиоидей на этой рисунке, к сожалению, видно не так хорошо. Характерна гораздо более развитая дифференциация по размеру и форме коготков в пределах каждой лапки. Наружный коготь и внутренний коготь отличаются сильнее, чем у изохипсибиоидей. Это были признаки, скажем так, более-менее считавшиеся хорошими в пределах и в то время, когда доминировала макологическая таксономия. Кроме того, в этой группе, в эту группу сейчас включаются два таких хорошо очерченных семейства, которые были выделены довольно давно, потому что они уже в пределах этой группы, для которой характерны вот такие вот копки, они разделяются на основании других признаков. Это семейство хипсибиида, собственно говоря, типовое семейство для этой клады, и семейство армацитиида. Они отличаются по уже признакам ротовой трубки. Вот здесь показаны гребни как раз для прикрепления опор стелетов, мышц протракторов стелетов. Мы их наблюдаем в данном случае в профиль. Для армацитиид характерны вот такие вот гребни с отставленными отростками. Для хипсибиид характерны гребни, ну, как обычно, их описывают в форме крючков, полулунных крючков. Вот эта номенклатура на самом деле этих гребней, она довольно сложная, и с ней пришлось нам в ходе работы разбираться, поскольку там много таких вот слегка поэтических эпитетов, а при этом четких критериев как-то не сформулировано. И кроме того, армацитииды откладывают яйца свободно, с различной формы выростами, а хипсибииды откладывают яйца в шкурку при линьке. Эти яйца традиционно трактуются как гладкие, там тоже есть некоторые мелкие детали, но в целом в большинстве случаев это действительно просто гладкие яйца, их хорио не несет никаких выростов, никакой структуры не имеет, просто они откладываются как в мешок при линьке зверя. Вот, но, да, и для этих групп хипсибиида и армацитиида было показано и молекулярными методами, что это группы сестринские, хорошо обособленные, но при этом ростные. И все было хорошо и понятно, когти у них примерно одинаково острые. Но, когда начались более обширные работы по молекулярной таксономии филгении, в этот же комплекс, в медсемействе хипсибиоиде, попали два таксона, которые были, в общем-то, на уровне морфологии хорошо выделены как отдельные семейства, потому что у них есть свои более-менее неплохо, скажем так, описанные формы когтей, и в целом зверюшки достаточно хорошо и имеют специфическую морфологию. Ну, вот здесь вот у нас представитель семейства калахипсибиида, для него характерно, на самом деле, это монотипическое семейство, там всего один вид калахипсибиус арматус, характерны вот эти ряды бугорков, чередующие с рядами длинных шиповидных вылезнов, больше ни у кого нигде такое не встречается. И коротенькие, такие довольно слабо развитые когаточки. И семейство микрохипсибииды, которые включают всего один рот, микрохипсибиус, ну и тут тоже достаточно понятно из названия, это очень мелкие звери, как, впрочем, и калахипсибииды. И та, и другая группа, вот единственное, пожалуй, общее, что у них есть, это миниатюризация. Это звери, пожалуй, самые мелкие из всех элтердеградов. Но микрохипсибиусов, их несколько видов, хотя, на самом деле, конечно, там очень сложно. На таком размерном уровне уже, например, оптика начинает давать серьезные сбои при анализе признаков. То есть, когда когти длину от 3 до 5 микрон, мерить их в оптическом микроскопе уже довольно тяжело, погрешность слишком большая. Но, тем не менее, достаточно неплохо видно, что когти морфологически неплохо отличаются. У калахипсибиид и у микрохипсибиид. У микрохипсибиид гораздо более изящные, тонкие, когда точные. Но мы здесь видим, что несмотря на то, что они тоже действительно асимметричны, и боковые ветви направлены в одну сторону, на типичные хипсибиидные когти это не похоже. Здесь нет слияния боковой ветви с основанием в один мощный пункт. Но уже когда вот эти два семейства попали в надсемейство хипсибиид, стало понятно, что морфологический диагноз этой группы начинает как-то размываться. Кроме того, есть еще несколько уже родов, с которыми тоже не вполне было понятно, что делать, поскольку их морфология четко не позволяла ответить на вопросы в их положении, а что там с молекулярными результатами, немножечко дальше. Это такой довольно интересный вид, окутункус антарктикус, описанный очень-очень давно, то есть описан был в 1904 году из датарктиды Рихтерсен. Причем вот это описание было довольно неплохим. Тем более, что, к счастью, материалы типовые, хоть и в небольшом количестве, сохранились. И в 1991 году эти препараты нашлись, можно сказать, совершенно случайно. И иронилом дастихом было проведено хорошее, такое достаточно четкое морфологическое переописание именно по типовому материалу, что важно. Что интересно, у этих зверей, позже этот вид был выделен в отдельный род уже пилата, но что интересно, что когти в данном случае имеют как бы такую гибридную морфологию. Наружный коготь на каждой лапе отчетливо похож по типу на изохипсибиидный. То есть вот есть сочленение под прямым углом. В то время как внутренний коготь вполне себе такой хипсибиидного типа с более-менее единым комплексом, основание и боковой вид, который уже причиняется к главным. Кроме того, эти звери откладывают яйца свободно, что не похоже на хипсибиидных типичных. Они откладывают яйца свободно, и у них есть скульптура, но очень специфическая. Оболочка яйца состоит из такого довольно толстого нижнего слоя, очень тонкого, но здесь нет, к сожалению, картинки в сканирующем электронном микроскопе, это просто слой фибрил тесно переплетенных. А между ними такие вот столбцы, довольно длинные. Они даже в пределах одной кладки, два яйца отложенных одним из зверей, видно, что эти столбцы могут быть разными. Но это, опять же, довольно специфическая особенность строения, которая не позволяет их, звери, укладывать в традиционное понимание хипсибии. И, в частности, вот Пилата, когда был выделен этот рот, акутункус, кроме этого всего, им было еще постулировано, что и гребни для прикрепления мышц протрактора стилетов также там особенной формы. Почему-то он называется акутункус, что акютункус, заостренные крючья. Вот он увидел, он работал с очень ограниченным материалом, он увидел там крючья, у которых какие-то сильно заостренные концы, и на основании этого выделили вот так. Что интересно, что вот Рихтерс описал этот вид в 1904 году, а в 1907 году Мюррей описал другой вид, но не из Антарктики, а из Арктики. Он описал этот вид с земли французского. И, в общем-то, описание безобразное. Ну, у Мюррей, к сожалению, большинство описаний не очень хорошие. Но, тем не менее, по тому, что мы видим на рисунке, мы видим, что есть яйцо, и действительно оболочка совершенно типичная для акутункусов, больше, в общем-то, такой ни у кого нет. И более того, ему таки удалось найти яйцо, внутри которого есть эмбрион. Мы не можем отрицать, что это яйцо тихоходное. А рисунок ротового аппарата он сделал с зверя, который из этого лица выгодился. Так что, в общем-то, что-то крайне похожее на представителей вот этого антарктического акутуума. Проблема в том, что с тех пор практически никто ничего подобного в Арктике не видел долгое время. Но совсем такого никогда. В какой-то момент эти виды очень долго на протяжении вот этой истории, почти столетней их путали, описывали из Антарктиды Арктикуса, из Арктики описывали Антарктикуса указания. То есть там большая литература, в которой как раз Дастик при переописании разбирался. И, в общем, пришел к выводу, что все-таки мы считаем, что Акутункус Антарктикус – это чисто антарктический. А вот что там в Арктике, ну вот оставляем вот это описание под вопросом, дальше надо разбираться, мы не знаем, что это такое. И, в общем-то, большую часть времени после этого переописания все с этим согласились и стали ждать, что будет дальше. Интересное случилось буквально недавно, в 2020 году, был описан вид уже в составе рода Акутункус, поскольку удалось-таки получить данные молекулярные, и было показано достаточно четко, что это вид близко родственной к Антарктическим Акутункусам, он был описан из Гренландии. У него, правда, яйца все-таки откладываются не свободно, то есть они откладываются в сброшенную кутикулу. Но на поверхности этих яиц есть, не знаю, здесь тоже видны, маленькие-маленькие сломки, они очень коротенькие, не такие длинные, они видны только на большом увеличении, в отличие от типичного Акутункуса, где это видно уже на сороковке. Здесь это видно на сотке с трудом, но увидеть можно. То есть, по крайней мере, стало понятно, что этот род, во-первых, не так четко отделен от остальных хипсибиит по типу кладки, и, во-вторых, что все-таки арктические виды существуют. Хотя понятно, что то, что вот Зима Франца и Иосифа, оно явно не похоже на это, то есть оно все-таки откладывает яйца свободно, и там гораздо более длинные вырасты. Но у нас появилась надежда найти все-таки Акутункусов и там. И еще об одном роде, в таком непонятном, скажу, это род Миксилиус, у которого тоже своя запутанная судьба. Типовой вид этого рода был описан Пилата в 1973 году с Сицилией, из небольшой речушки, пресмородный зверь, причем он был описан в составе рода Изохипсилиус, потому что когти, если посмотреть здесь, та же самая ситуация. Наружные когти четко изохипсилидной формы, а внутренние, ну вот тут кто как оценивает. Пилата решил, что изначально, что это тоже похоже на когти изохипсилиуса. Потом, позже, этот вид был перенесен в род Хипсилиуса, потому что удалось посмотреть вот реально на вот эти гребни. И Бертолани, Роберто Бертолани, когда это анализировал, он все-таки решил, что гребни здесь похожи на крючья, а не на гребни. Хотя на самом деле на типичные хипсилидные крючи это тоже не очень похоже. Но все-таки его перенесли. Ну а в итоге, уже в 1994 году, Пилата все тот же, Джавани Пилата, выделил его в отдельный род. И назвал его Мексибиус, чтобы отразить смешанность характеристик в пределах этого рода. Изначально вот именно для этого вида этот род был установлен. Для него было как бы заявлено характерно, это вот эти самые гребни для прикрепления мышц протракторов стилета в виде крючев, слегка асимметричных, что дорсально отличается от вентрального, и когти, отличающиеся по типу, наружный когти типа из асимметричных, внутренних скорее типа асимметричных. Что, кстати, вы заметите, да, очень похоже на то, что наблюдается вокруг инкуса. К чему это все, почему я вот эту историю рассказывал? Потому что при анализе филогенетических, молекулярно-филогенетическом анализе, вот эти все звери до последнего времени укладывались в одну веточку. То есть вот получалось хорошее семейство хипсибиида со своими подсемействами, вот тут у нас ромоцитииды, вот четко, а здесь вот это вот каша. Да, вот тут окутункус, тут вот миксибиус, тут калахипсибиус, тут микрохипсибиус. При этом, ну, видно, что он мифологически довольно сильно разнообразен. То есть это явно была сборная группа, но тем не менее каждый раз, вот в данном случае я взял дерево из своей публикации, но с 2014 по 2020 год у всех получалось примерно одно и то же. Правда, в общем, могу сказать даже, почему оно получалось одно и то же. Потому что на самом-то деле сиквенсы для анализа, по крайней мере для калахипсибиид, микрохипсибиид и окутункусов и миксибиусов использовались практически одни и те же. Как они были в 2014 году, бертолы они получены, так их и анализировали. Причем брались только в 18С, они тогда работают в 18С, 28 нет. Значит, это вот некий такой бэкграунд, на котором уже разворачивалась наша работа. Вот что же, как бы, что это было за работой? Началось все вообще с того, что ко мне обратился молодой итальянский следователь Мотел Ветчи, который сейчас постдок Финляндии в университете Яскова, с просьбой поучаствовать в описании вида, который он изначально отнес к роду хипсибиус, на основании такой общей морфологии. Потом польские коллеги по его просьбе отсеквенировали, и получилось, что это все-таки, скорее всего, окутункус. В общем, вот в этом некотором недоумении меня попросили в этом поучаствовать, я так понимаю, по мотивам моей предыдущей разборки с нотохипсибиусом. И когда мы этот материал стали анализировать серьезно, в общем, оказалось, что, во-первых, у него там ни один, ни два, довольно близкие, но они генетически отличаются и морфологически. Это реально действительно оба окутункусы. Они оба откладывают яйца в сброшенную кутикулу, и там вот есть эти маленькие выросты, мелкие. Но для того, чтобы это все корректно описать, стало ясно, что нам надо анализировать вообще всю эту команду окутункусов и миксибиусов как минимум, чем мы и занялись. Была проанализирована вся информация морфологическая, какая была, то есть по публикациям что-то мы просили коллег присылать, там какие-то фотографии, что-то удалось найти снова, относящиеся к некоторым из этих видов. Что нам было про дело? Ну, здесь когти, например, сравнительный анализ когаткового аппарата. Здесь четко видно, что здесь вот есть и миксибиусы, и окутункусы. На самом деле отличить их, ну, не сможете. Четко видно, что на самом деле это тип когтей совершенно один. Реально отличающийся наружный и внутренний, вот, очень хорошо. А дальше там уже могут быть, конечно, какие-то варианты пропорций. Причем, что интересно, что, например, вот этот ряд, это антарктические, формально отнесенные к окутункус антарктикус, но на самом деле, ну, так отличающиеся. И вообще морфологические отдельные популяции довольно неплохо различаются. Тут мне, к счастью, опять же удалось воспользоваться материалом, который еще в 90-е годы собрал Мирин Николаевич Островский во время своей поездки, да, он привез мох. И там были пробы из разных мест, довольно удаленных. И видно, используемый морфологический анализ, мы использовали морфометрический анализ еще, ну, вот, статистический обработок. Там видно, что они на самом деле, эти популяции отличаются довольно неплохо. Но, к сожалению, нет молекулярных данных. С другой стороны, итальянцы, например, в недавнее время собирали довольно большой материал генетический, именно по окутункус антарктикус, по всей Антарктиде. Большая работа, обзорная сводка по именно генетическим размерам, отличием, при этом абсолютно игнорируя мифологию. Там и танцовываются тоже довольно неплохо отделяющиеся какие-то группы. Вот, свести это, к сожалению, пока мы не можем, но мы можем постулировать, что окутункус антарктикус, это явно не один вид, а некая сборная солянка. Причем проблема была в том, что мы, собственно говоря, не знали, что же, собственно, описывал Ихтадз в самом 904 году. Какой из этих видов? Потому что из всего, с чем он работал, из всего его материала остался, один экземпляр, ну и два яйца. Тут, к сожалению, морфометрии ничего уже нет. Но и тут нам опять повезло. Мой доклад, предыдущий по антарктическому роду Майендес, я его докладывал здесь, и меня просили в лаборатории морских исследований в Зине тоже положить, рассказать, что я делаю. И его услышал сотрудник также Зина, Борис Анахин, который в Антарктиде собирал материал в 2014 году, и почему-то он собрал тихоходы в том числе. Причем он не просто собрал, он зафиксировал спиртом и положил в холодильник. Этот материал у него лежал, и вот когда он видел тот мой доклад, он о нем вспомнил и мне его передал. И что оказалось? Оказалось, во-первых, что это окутункус антарктикус, а во-вторых, оказалось, что точка сбора – это самая ближняя точка к той точке, с которой работал Лихтерс. И с той точки с тех пор вообще никто ничего больше не собирал. Вот это Гауссберг, гора Гауссберг. А эта точка – самая близкая точка с открытой поверхностью, безледной. И она расположена всего-то там в 100 с чем-то километров. Все, ну, скажем так, в масштабах антарктиды это очень близко. И морфологически, по крайней мере, тот материал, который у нас есть, а он довольно большой оказался, все, что мы отсмотрели, морфологически, оно абсолютно идентично материалу Лихтерса. И нам удалось его отсекренировать. То есть в данном случае мы получили полное переописание этого вида. Формально мы не можем, конечно, поскольку это явно не та популяция, но, по крайней мере, это максимально близко к тому, что может быть. По крайней мере, мы считаем, что это хорошее начало для дальнейшего исследования именно разнообразия кутункусов в антарктиде. У нас есть нормальная корреляция сведения воедино генетических данных и морфологических. От этого уже можно присоединить. Это раз. Значит, ну вот поанализировали когти. Во-вторых, мы разобрались со строением вот этих самых гребней для прикрепления мышц по трактору стилета. Это вот здесь показано их разнообразие, ну, скажем так, в части. В пределах вообще надсемейства хипсидиоидов. То есть здесь вот калохипсидииды, микрохипсидииды, вот это вот, собственно, хипсидииды, дифосканиды. Тут они видны, да, вот ромоцитиды, они разные. Но нам удалось более-менее четко выделить такие, ну, морфотипы. И главное их нормально определить, да, что мы считаем гребнями, что мы считаем крючьями. Ну и плюс нам выделили все-таки третий тип, это гребни с придатками. Он же в основе это гребень, но у него могут быть еще дополнительные какие-то отростки. А это вот то, что есть в комплексе Акутункус-Миксидиус. Опять же, для хогтей то же самое для вот этих вот самых гребней. И здесь четко видно, что есть вот такой вот тип, да, где более-менее одинаковые гребни, более-менее одинаковая форма дорсальной-вентральной. Вот это именно гребни. Вот это вот Миксидиус-Сарраценус. Это еще один Миксидиус, а это неописанный вид из Лужской области. К сожалению, всего два экземпляра мне попалось. Ресэмплинг не дал, был безуспешен. В Мшинских болотах меня загрызли след, мне не смог собрать много проб. Вот это вот Акутункусы. Причем вот это вот антарктические, а это наши ряды новые. А снизу это кое-что из того, что к Акутункусам было, к Миксидиусам было отнесено, но явно им не является. Вот здесь вот для сравнения гребни некоторых из Ахипсидиусов. То есть, в целом, как бы если подытожить, не вдаваясь в детали, стало ясно, что род Миксидиус это такая безумная свалка. Он дико разнообразен по строению ротового аппарата, по строению покровов, потому что там и со скульптурой, и без скульптуры. Вот сейчас еще расскажу про зверей с бугорками. И в целом, какой-то он очень странный. При этом четкой границы между ним и Акутункусом по строению когтей, например, как-то не находится. Кстати говоря, и вот этих самых заостренных гребней тоже не нашлось. Если посмотреть, вот это вот самое, что ни на есть, типичное Акутункус Антарктикус. И вот из других популяций антарктических Акутункусов. Здесь везде эти гребни аккуратненько закругляются на заднем конце. То есть у меня есть гипотеза, почему Пилата описал там заостренный конец. Потому что если трубка ротовая лежит не идеально в таком латеральном положении, то есть наблюдается нечетко сбоку, а немножечко наклоняется, то там в фокальную плоскость попадают еще такие, у каждого гребня есть каудальные отростки, два. Они образуют такую немножечко арку. И вот если начало этой арки попадает в фокус, то возникает ощущение, что там такой заостренный придаток. Похоже, что Пилата именно вот это и углядел. По крайней мере, он работал с очень малым количеством экземпляров. По-моему, вообще у него латеральный был всего один. У нас их тут десятки, даже, наверное, сотни. Пересмотрено очень много. Нигде вот четко такого заостренных гребней мы не нашли. Отсюда вывод. Точнее, даже как бы несколько выводов. На основании нашего анализа мы предложили в составе рода Мексибиус поставить только, собственно, типовой вид Мексибиус сарроценус, ну и еще один близкий к нему вид, описанный из нашего севера, Владимира Ивановича Мексибиус. Значительную часть видов перенести в род Акутумкус. К сожалению, большая часть из них описана по очень небольшому числу экземпляров. Мы не знаем, что у них там с яйцекладкой, просто яйца неизвестны. Но, по крайней мере, у нас нету никаких оснований их разделять, потому что и строение плиткового аппарата, и строение гребней для прикрепления мышц этих скелетов, они практически идентичны. То есть, ну, не идентичны, но очень близки. Часть видов мы переносим в род из Акутумкус. Потому что они туда попали, в Мексибиус, явно по ошибке. Они полностью совпадают с некоторыми видами группы из Акутумкус-Паразостомуса, по строению ротового аппарата, и по строению коктей. То есть, в общем, это явно такие ошибочные описания. С ними пришлось поступить довольно сурово. Ну и, кроме того, пришлось выделить новый рут. И здесь тоже такая довольно интересная история. Год назад мне на лицензирование прислали статью с описанием нового рида Акутумкусов, Акутумкус-Гипус, из Южной Америки, из Колумбии. Причем это было описано как первый вид с бугорками. Вот тут на спине есть полусферические бугорки на спине, и латеродорсально есть тоже полусферические бугорки, и вот такие вот интересные сдвоенные бугорки, парные бугорки. И плюс это все еще покрыто довольно характерной такой бугорочной скульптой. Ну, с этим я атаксизировал. В принципе, в пределах рода Мексибиус на тот момент у меня не было возражений. Когти там действительно вполне себе типа Мексибиус. Гребни, ну, я посмотрел, ну, слегка асимметричные, ладно. В общем, глубоко я тогда еще не вникал на это дело. А вот дальше, когда мы стали с этим всем разбираться, я почувствовал, что тут что-то не топит. И оказалось, что есть еще три вида, но они раскиданы по разным таксонам. В 90-м году Владимир Ивановичем Бисеровым был описан хипсибиус Антонова. Точнее, описан он был как изохипсибиус на основании строения когтей. Вот. Позже он его же нашел уже в других местах. Этот вид довольно редкий, но широко распространен в нашей Арктике. В том числе на острове Среднем он был найден. Вот. Опять же, Бисеров он я сам не находил. Теперь очень хочу найти. Вот. Но ему удалось получить хорошо лежащих латеральных зверей. И он посмотрел на гребни. И после того, как он посмотрел на гребни, он решил, что это все-таки не изохипсибиус, это хипсибиус. Вообще ситуация, как бы, очень сильно напоминающая историю с Миксибиусом. Миксибиус-Сороцент. Кроме того, есть описанный из Африки в 69-м году, но сейчас формально находящийся вроде изохипсибиуса, изохипсибиус-Камеруни, и описанный из Швеции, малоче, в 79-м году, изохипсибиус-Блайпер. И все вот эти виды имеют те же самые парные латеральные бугорки. Больше их ни у кого нет. И вот везде они в описаниях упомянуты. Вот они. И в описаниях, и в рисунках есть. Вот. Что интересно, что на самом-то деле, к сожалению, о гребнях мы ничего не знаем. То есть Бисеров написал, что он их посмотрел, что они в виде все-таки Крючев, но ничего не проиллюстрировал. Ну, про Маучи и Харо, что там говорить нечего, тогда еще об этом вообще не задумывается. Поэтому гребня у нас есть хорошо описанная, сдокументированная, только вот для предыдущего колумбийского мира. И они на самом-то деле не укладываются ни в один из тех типов, которые есть для кутункусов и миксирусов. Вот там вполне своеобразная картина. Поэтому в результате, ну, как бы в итоге вот этого анализа морфологического, да, мы решили, что вот этот комплекс надо все-таки выделять в отдельный рост. Потому что они очень хорошо друг с другом совпадают. Они все меленькие, у них у всех более-менее одинаковая скульптура расположения таких бугорков. И в целом похоже, что это действительно что-то близкое к миксирусам, потому что когти действительно такого же примерно типа, то есть наружный когти из-за хипсибиидной, внутренне хипсибиидной. Но, увы, по этим звездям молекулярных данных у нас нет. Вот этим летом как раз я собирал материал в окрестностях Оренегорска. И вот как раз я надеялся найти это типовое место, из которого был описан хипсибиусом Томбан. Ну, пока что мне не удалось найти, я там две пробы из этих мест разобрал, пока найти не удалось. Но еще есть, так что не теряю надежды. Если удастся, то нам удастся выяснить все-таки его положение. Вот. А что же значит это все? Мы не мафологически область, да, вот то, что мы делали в традиционном носе. Но удалось нам, поскольку у нас все-таки были новые полученные секвенсы, удалось проанализировать и методами генетического анализа. Во-первых, были проанализированы последовательности этого самого гена. Вот. Вот. Для опутанцев. Ну, для всех, которые были. Что у нас получилось? Что европейские популяции, да и европейские виды, они все очень неплохо образуют одну монофилитическую кладку, да, для которой характерна как раз откладка яиц с коротенькими выступами в сброшенную путикула. А вот антарктические, для которых характерна откладка свободных яиц с длинными выступами, они четко, во-первых, распадаются на две группы, то есть это как минимум два вида. Вот. Вот один, с которым совпадают наши, и он доминирует в Антарктике. Большая часть секвенсов и весных это как раз этот комплекс. Вот. А есть еще одна группа видов, они, в общем-то, из буквально одного, из одной точки, вот такой, да, из довольно удаленной от вашей, вот, очень четко отличаются, и, вероятно, всего, это действительно другой вид, но, увы, по нему морфологии нету никакой. Это чисто только вот на большинстве. Что интересно, что антарктические формы, они не образуют монофилитическую группу, ну, по крайней мере, пока на этом уровне. Ну, не знаем, то ли считать это профилитической группой предковой для европейских форм, ну, возможно, новые данные нам какие-то варианты дадут другие ответы. Ну, и, кроме того, нами было заново проанализировано филбиния в целом медсемейства. Причем нам удалось получить, как я уже говорил, новые секвенсы для кровохипсибиев и для микрохипсибиев. Вот. Это материал Сашпидберген, вот, обрабатывал имя Александрой, в том числе экстракцию ДНК она производила самостоятельно для кровохипсибиусов, что, в принципе, очень было выполнено хорошо, потому что звери очень мелкие, и это такая непростая задача. Итак, и когда мы добавили вот эти наши секвенсы, причем нам удалось получить 18 и 28, другие гены, но в анализ были включены только эти, чтобы это было более-менее сравнимо с тем, что делали в Дамасе. Дерево получилось уже немножко другим. Причем, скажем так, нам оно нравится гораздо больше, чем то, что было в Дамасе. Здесь мы получили довольно четко обособленные ветви для всех вот этих семейств. Калыхипсибиев, микрохипсибиев, и вот окутункусы образуют очень хорошую веточку, которую мы предложили выделить как новое семейство Калыхипсибиев в составе вот этого самого надсемейства Калыхипсибиев. Ну, вот, собственно говоря, вот это вот то, что нам удалось сделать. Это работа, в принципе, как бы уже подана в печать, но в настоящее время она находится на этапе рецензирования, а в данном случае это авторский коллектив. Здесь это результат в общем довольно такой обширной коллаборацией. Хотя основная работа это наша с Мотелло. Они так более эпизодически привлекались. Спасибо за внимание. Спасибо. Доброго, задолго. Ну, на самом деле не столько. Во-первых, я впервые задумался вот эти яйца отмечательно интересные. Первое, что я хотел спросить, известно ли, что-то о том, как они формируются. Я себе представляю, что вот в этом маленьком личнике оцид начинает начинает на своей поверхности выделять какой-то материал, секрет производить. И каким образом закладывается такая сложная скульптура. И еще, может быть, пару слов, что входит в технический состав. Значит, состав – это белки, детальнее, к сожалению, ничего неизвестно. Выделяют даже не ацет, выделяют стенки яичника. Они выделяют в растворенном виде вот эти белки, которые затем полимеризуются и формируют вот эти глифологические структуры. Как это происходит, я вот сам, честно говоря, не понимаю. Потому что мало того, что они формируются уникальным образом, все это складывается в видоспецифичные структуры, они еще и складываются в сложенном виде. То есть яйца, же яичники, вот когда видны такие вырасты, они не такие, они сложены. А после откладки они еще и расправляются. Разные по-разному. Кто-то распрямляется из изогнутого состояния, кто-то как телескопически и раздвигается. То есть это вот самосборка таких вот сложных просто механических довольно сложных структур. К сожалению, об этом очень-очень многое есть. Вот. Прозвучало, что значит, один из исследованных видов это самая мелкая вообще известная стихофорка. Ну или одна из них. Есть гетеро-тардеграды. Есть гетеро-тардеграды, там морские, они бывают мелочи. Но в целом, да, это одни из самых мелких. Интересно, так сказать, миниатюризация накладывает какие-то не знаю, необычные черты на холоде. То есть тихоходки сами по себе миниатюрные животные. А, так сказать, самая мелкая тихоходка должна быть очень миниатюрной. В других группах я знаю, что часто появляются какие-то... Ну вот, например, сейчас есть в Москве поливов, которые изучают самых мелких насекомых. Там появляются всякие нейроны без ядра и много-много необычных черт строений. Вот исследовал ли кто-то самых мелких тихоходов? Вообще, сколько клеток, не знаю, существует ли ЛТВ, Выклик каких-то цитологической... Ничего вообще. То есть вся анатомия, морфология, которую мы знаем, она сделана в основном на достаточно крупных макробиотидах или каких-нибудь галубиотусов морских, их тоже резали. они крупные и здоровые, с ними легче ругаться. Просто было бы чрезвычайно, мне кажется, интересно, потому что я смотрю на этих анатомологов, там что не сказать я, то есть сенсация. И интересно, наверняка, могли бы вылезти такие общебиологические интересные эзотические варианты. С ними проблема. Они не культируются и довольно редко встречаются. То есть это надо, чтобы повезло. Вот нам два раза нам повезло. У нас одна проба, в которой было довольно много микрохипсибиусов микрохипсибиусов. Их было мало, но нам удалось взять три штуки на айси-фемиологии. И во второй пробе были тоже микрохипсибиусы другой вид. Причем мы тоже подвергли. Там вообще на самом деле с видами будет явно еще очень много. Они морфологически почти не отличаются. По 18С они отличаются прекрасно. Но вот к сожалению набрать такого материала, чтобы это именно брать на анатомию, в принципе наверное возможно. Но это опять же должен тот, кто будет этим заниматься. К сожалению, у нас просто сейчас даже не то, что у нас здесь, а вообще в мире нет группы, которая бы планомерно занималась микроанатонией именно тихохода. Какие-то эпизодические работы появляются. Но вот именно микроморфология планомерно не приземлялась. Жалко. Вот и можно посмотреть картинки типы схематичных группов на котором плепится протракт. эти вот гребни, да? Да, меня интересует вариант С. Я правильно понимал, что это асимметрия приспособление питания, потому что такие вещи я знаю встречаются, ну там змея ест улиток, и вот улитка несимметричная, и пояс как-то зубами устанавливается, у меня получается одна челюсть такая, другая сиха. Вот такая асимметрия, как правило, связана с специализацией питания. Это немножко другая асимметрия. Это асимметрия дурсовентральная. Поэтому здесь все проще. Трубка ротовая, она же не вот прямо, она направлена немножечко вентрально. Зачастую она еще из-за гибов в передней части. А к этим гребням крепятся мышцы. Соответственно просто мышцы, которые идут дорсальнее, мышцы, которые идут вентральнее, они немножечко по-разному закрепляются. Вообще такое ощущение, что эта асимметрия вообще из кобла. И вот такие симметричные, строго симметричные варианты, они довольно редки. А большая часть все-таки есть какие-то различия. симметричные идут прямо, а асимметричные должны как-то садебаться. Да, да, да. Опять же, никаких детальных морфологических исследований, даже чтобы хорошие были картинки того, как там эти мышцы реально расположены, у нас нет. А вот еще одна была с таким шинфами дальше, где они сравнивают с аспектом вот эти. Вот здесь у меня немножко ничего не понятно. То есть, грубо говоря, мы смотрим на период, конец тела, на просвет. И на H и L они повернуты зеркатом. Ну, они просто да, в разные стороны повернуты. Я понимаю, да, мне даже савтор предлагал всех повернуть одинаково. Я, честно говоря, сказал, что я предпочитаю публиковать фотографии с минимумом обработки. Чтобы вот как оно у меня на препарате есть, так оно и было сфотографировано. Иногда в одну сторону, иногда в одну звери нет. То есть, оно простран, ну, например, H, оно глубоко втянуто. Вот это вот ротовое отверстие замкнутое, патикулярная выстилка. Поскольку передний отдел ротовой трубки, он на самом деле у тихоходов расположен в таком ротовом конусе, который состоит из тонкой кутикулы, и это все может выдвигаться достаточно далеко, либо втягиваться внутрь тела глубоко. И на препаратах оно бывает по-разному, поэтому да, по-разному это будет. Последний вопрос про 18-28. Как вы считаете лучше, компетенировать или отдельно? Например, если у вас большой навод, ну а так обычно и бывает, таксономический сэмпль 18-С, и есть еще немножко для небольшого числа видов действительно с 28-С. Что будет точно сделать? Грубо говоря, сделать большой дерев, в котором все сконкотенировано и включены таксоны, для которых есть один маркет и дополнительные таксоны, для которых два маркета. Или, например, оставить только те, для кого есть то и другое сконкотенировано и посчитать или посчитать то и другое дерево? Значит, вот предыдущая моя работа, когда я помню хексибию свою работу, я же тоже хексибиидом строил дерево, на тот момент доминировали 18-С, по 28-С было мало. Я тогда сделал отдельный 18-С, по нему основные были как бы, а 28-С сделал отдельно небольшое дерево, но в принципе как бы, то есть, не такая. А к тому моменту, как мы стали делать вот этот анализ, уже было гораздо больше последователей 28, ну в том числе и наших, я уж не стал говорить, что мы кроме микрохексибиид и ковохексибиид, мы еще и просто хексибиид довольно много делали, поэтому дополнили это все, и в данном случае мы компетенировали, потому что у нас основная масса была уже по двум этим генам, но было несколько, по которым было только 18-С, но вот эти старые. они вообще очень странно себя ведут, вот эти секенсы Бертолани, более того, я даже их попросил прислать мне эти файлы и хроматограммы, да, посмотреть, но один, да, совпал, ну вот странно он выглядит, а второй мне вообще прислали совершенно другого зверя, я не знаю, что они там анализировали вот по тем временам, что и генбанки, но хроматограммы явно не относятся, то есть у них явная путаница какая, поэтому мы некоторые из этих даже просто исключили из рассмотрения, то есть у нас там два варианта дерева, вот здесь слева-справа, да, слева включая все, а справа мы вот эти блуждающие исключили, получили в общем все то же самое, только с чуть больше поддержки, а то влияние они сирионного не оказали, поэтому мы так постраховались. Спасибо, Пожалуйста, еще вопросы, вопросы онлайн есть? Есть простой вопрос онлайн от наших слушателей, где найти тихоходок и как их искать? Найти везде, то есть это, во-первых, любые субстраты, содержащие капельную воду, то есть это мхи, лишайники, почва, опад, все что угодно, во-вторых, это пресноводные водоемы, любые, и в-третьих, это морские водоемы, опять же, любые, то есть от супролитерали до обессали, так что где угодно, а искать, собирать материал, промывать, ну там, я промываю через систему СИП, вот, и смотреть глазами, ничего другого. Ну, вооруженный. Вооруженный, естественно, не вооруженными глазами 100 микрон, даже и 500 микрон не особо. Слушатель уточняет, то есть они в воде? Да, это водные животные исключительно, они переносят высыхание на земные формы, они могут высохнуть и потом размокнуть и дальше жить, но жить активно они могут только в воде. в воде. Пожалуйста, вопросы. Еще есть вопросы онлайн. Хорошо, давайте онлайн. Оля, сможешь голосом, да? Да, да, я могу. Денис, а есть ли какая-то приученность тихоходов из определенных систематических групп к определенным местам обитания? Для некоторых есть, то есть, есть, например, вторично-морской род Эвот 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 Есть один вторично-морской род, который питает в море. Поэтому он довольно приурочен к этому. Во-вторых, есть уже более слабая привязка, например, панцирные тихоходки, так называемые семейства Эвисциды, они чисто наземные. И, судя по всему, они довольно плотно связаны с мхами и лишайниками. В почве, например, они встречаются редко. А во мхо они встречаются в самом верхнем слое куртин, где зеленые листики. В отличие от Эвот Эвот Эрдеград, которые бегают по всей толще куртины, есть работа, смотрели их распределение, то есть Эвот Эвот Эрдеграды они везде, а панцирные тихоходки они именно в верхнем живом слое. Скорее всего, связано с тем, что они просто питаются именно клетками мхов, в отличие от Эвот Эвот Эрдеград, которые питаются водорослями, в основном, которые живут в этой куртине, а не мхами. То есть, что-то есть, какие-то привязки, но пока тоже не так сказать, чтобы это сильно изучено. А вот у тех кодок, которые обитают в разных местопитаниях, у них яйца, можно сказать, что они разные? У кого, например, гладкие, у кого с выростами? Нет, в одной куртине могут жить все вместе, во-первых, с разными яйцами, во-вторых, с яйцами откладываем свободно и с яйцами откладываем в зуби. Прекрасно сосуществует, и мы, в общем, не знаем, насколько вот эти разные варианты кладки влияют на какие-то экологические, на особенности их жизни. И в пресной воде точно так же есть те, которые откладывают свободно, есть те, которые откладывают в зуби. Живут вместе. Понятно, спасибо. Продолжая вопрос у Ольги, в пределах одного семейства могут быть и пресноводные, и... да. И там все намешаны, и там какие-то декономеры. Нет, есть некоторые закономеры. То есть, например, семейства дептилобиотиды, которые преимущественно пресноводные. То есть, большая часть видов пресноводные, но некоторые обнаружены в сильно увлажненных мках. Дальше как мы это будем трактовать? Мох, который не в воде, совсем растет под водой, уреза воды, но он сильно обводненный. Это пресноводное место питания. Граница в данном случае очень зыбкая. То есть, ты их считаешь водным? Я не считаю. Собственно говоря, для меня это не так важно. Считать его водным или считать его наземным. Есть звери, которые действительно встречаются совсем только в грунте водоема. Вот этих можно железно считать пресноводными. В остальном это все очень зубко. Собственно, основной вопрос по тропологии совпадает. Какие-то мелкие веточки могут немножко прыгать, но не более того. Понятно. В большей ситуации по фоксу у вас в общем-то филогинии по фоксу не делают. Обычно сравнивают что-то очень близкое. Но в то же время я знаю, что есть такие попытки. Я пытался. Получают фоксы. Все-таки делали желание. Я пытался. Пределы использования фокса? Вот в такой глубокой филогинии бессмысленно, потому что там получается каша. Я собственно в предыдущей работе про Майендесу как раз на этом акцентировал даже статье внимания, потому что у него я получил тоже фокс. И при анализе по тому, что есть в Генбанке, оказалось, что его фокс ближе всего к зверю из совершенно другого надсемейства. он настолько изменчив у тихоходок, что просто это будет ложный сигнал, шум. Некоторые пытаются включать его в такие глубокие филогинии. Я дискутировал насчет того, насколько это имеет смысл. По-разному. К сожалению, у хипсибиид с коксом вообще беда, потому что стандартным праймером фольмеровскими поднимаются очень не всегда. Есть несколько специфических для них разработанных праймеров, но они тоже работают не всегда. Для некоторых просто никак. Не поднимается все. Какие-то маркирующие используются? ITS, ITS2, ITS1. Да, они тоже довольно изменчивые, поэтому их используют для бесконечности. Но ITS1 пока еще только-только начинают. А вот для такой глобальной начали немножечко с апсинами работать. Когда-то доработали с актином, но в общем там толку не было. В активной работе я не знаю, что бы еще что-то использовали. Понятно. А с времен прошлого прошло много времени и геномных исследований. Есть какие-то новые данные геномы? И главное, что с метеориальными геномами? Для одного вида есть. Для одного вида есть метеориальный геном геном. полные геномы есть для двух видов. И то я не уверен, что для одного из них они действительно полные. И они сами не очень знают. Вот это я сходу не скажу. Но, по-моему, там ничего сверхъестественного. То есть все в пределах таких слабашных. Что значит полные и неполные? Они собраны в кольцо или нет? Нет, в кольцо нет. Насколько знаю. Этихидриальные геномы собраны для одного вида. Причем те, которые известны, они оба для как раз хипсигиоиды. Один из хипсигиид, один из ромоцетии. За пределами этого есть какие-то фрагменты и все. я просто кинуть обзор. Как раз только-только на прошлой неделе мне статью прислали. Японец, который этим занимается, он сделал такие обзорные статьи. Вся сводка того, что есть в динаме. Немного совсем. Транскриптом есть тоже для одного или двух. Есть? Да, микроанатомию и микроанатомию. Все, конечно, хорошо. Я с удовольствием. Когда? Пожалуйста, дожари. Опять же, в одной комочке мха вот такого маленького могут жить звери совершенно с разными когтями, с разными ротовыми аппаратами. Мы не знаем, как оно эволюционирует. Есть ли вообще какая-то пресса? Да, они различаются. Это хорошо работает, как бы как систематический признак, но какой биологический смысл этих признаков, мы не знаем. Есть какая-то, скажем так, немножечко прослеживающаяся закономерность у почвенных форм, которые именно почвенные, у них когти с тенденцией к редукции уменьшаются. Есть один рот вообще без когтей, просто червячок совсем, ротовый аппарат выдает тихоход. У пресноводных в целом так средние арифметические когти длиннее. Но, например, есть звери, которые живут во мку, который растет на песке, причем маленькие кутинки, это полупочвенные формы, с огромными когтями. Значит, коллеги польские, они что-то там чесали, репу чесали, они придумали, что это вот, ну, это горные районы, там, возможно, как бы это вот ледниковые потоки, когда все тает, это значит, считаем, бобными они держатся когтями. Ну, я знаю, откуда это собирали, это мне привозили из Киргизии, но нету там никаких ледников, это там не так высоко все. Обычные заслушливые вот эти вот напочвенные мхи, почему они с такими когтями, не понятно. Также с ротовыми аппаратами есть попытки привязать к тому, чем они питаются. Тоже не сказать, чтобы очень удачные, потому что, ну, понятно, что есть ротовая трубка диаметром микрон и длинная, как шланг пылесоса, ну, кроме бактерий, ты вряд ли что съешь, тем более, если у тебя и стилеты при этом почти редуцированы. Тут просто никуда не едешься. А вот мельнезиумы, у них широкая ротовая трубка, иногда она в длину даже, ну, почти как в ширину, то есть такая широкая воронка. Они хищники, но они не только хищники, они вообще просто такое ощущение, что все, что в эту воронку прорезает, они все и съедают. Там в кишке и диатомовые водоросли можно найти, и тихоходы, и калавраты, видимо, просто едят все. Не все, не все удается понять, что у них там в кишке, а там нематод ничего не остается, хотя нематод они едят. Замечательные кадры я видел, как тот же мельнезиум выкладывали в культуре этих самых стентеров. Они огромные, а мельнезиум там маленький, если не снили, да, вот он за него цепляется когтями, прокалывает у него шкуру, и из него, значит, а там стентер с этими семиодами, зелеными, да, это видно, он просто закачивает себя эту зелень, потом он его бросает, ну, стентер, он регенерировал, все, мельнезиум доволен и пополз. То есть он как комар, фактически. Вот такой вариант. Хорошо, пожалуйста, еще вопросы. Можно вопрос? Почему они не культивируются категорически? Не то, чтобы категорически, для многих просто, похоже, очень тяжело подобрать режим. Например, вот я рассказывал еще, когда в своем первом докладе про культивирование тоже разговор заходил, я говорил, что не культивируются панцирные тихоходы. В прошлом году вышла статья, значит, ребята, команда подобрали-таки режим для культивирования, панцирных тихоходок. Что для этого нужно? Нужно протонему мхаат вырастить на агаре, поместить в бокс, где каждый, по-моему, там два раза в сутки этот агар будет опрыскиваться, значит, этой водной взвесью, и, по-моему, раз в две недели надо полностью высушивать, а потом обратно размачивать. Без этого не живут. При этом, один вид, на который они это подобрали, он живет хорошо, плодится, размножается. У нас такой хамелеон культивируется, да, два раза? Ну да, в общем, да. Можно, конечно, нет, все можно, да, но это же, это же вот работа, когда они это все подбирали, искали, это же сумасшедшая совершенно работа, эти варианты, для каждого вида. Есть виды, которые, да, хорошо, у меня на хлореле живут, едят, плодятся, какое-то время, кстати говоря, тоже совершенно непредсказуемо, они прекрасно себя чувствуют, все хорошо, раз, и все выиграли. Что не понравилось? Не угадаешь? Яйца оставили, да, яйца иногда оставили, иногда нет. Точно так же с так называемым инцистированием у пресноводных форм, у них есть такая форма покоя, называется циста, на самом деле это не циста, это сложная, сложная линька, это три вложенные друг к другу кутикулы, зверь линяет, причем каждая новая кутикула, она модифицирована, ее называют матрешкой стейдж, то есть есть как бы кутикула наружная, сейчас как же они там называются, не помню, наружная, потом кутикула саркофаг, потом кутикула мумия, саркофаг, она такая, утолщенная и сильно сокращенная, втянутыми когтями, втянутыми лакуумия, а кутикула мумия, она вообще практически ровная, там уже даже не нокнет, ничего, тонкая кутикула просто, и вот в таком виде оно лежит, в виде циста, а потом выходит, из-за этого линяет на нормальную форму и выходит. Так вот опять же, что это запускает, для одного вида подобрали, что вроде как охлаждение, то есть вот, плюс десяти они охладили культуру, звери цистировались, потом нагрели до конца температуры, они вышли, все хорошо. Я работал с другими видами пресноводиями, они у меня вот стояли на 16, стояли, жили, прекрасно питались, в том раз все ушли в эти цисты, ничего не менялось. Не знаю, так что тут тоже все еще впереди. Пожалуйста, еще вопрос, ну и суждение. Почти вопрос, у меня такое впечатление сложилось, что если говорить о теморологических признаках, то мы особенно в реабильности их не знаем. Ну, судя, потому что там где-то один экземпляр, а мы еще не понятно, там передняя лапа или задняя лапа, или средняя лапа. Попалась вот эти самые пигатки, да, когда мы делали, а может они разные, эти самые глосты, тоже, эти вот в реабильности. Это, скажем так, вот эти вот все одиночные экземпляры и прочее, это в основном старые работы. Сейчас уже по одному экземпляру, понятное дело, не описывают, сейчас есть некие, ну, правила игры, да, то есть нужна нормальная выборка более-менее, причем есть хорошая работа, опять же, те же поляки молодцы, они сделали по морфометрическим признакам всяким, да, они сделали большую работу, они смотрели, какой объем выборки достаточен для описания, да, то есть в какой момент перестает влиять уже объем, да, то есть там 30 экземпляров, это нормально то, что мы можем использовать, уже считаем вполне достаточно, больше не нужно. То есть, конечно, в случае, если есть какие-то четкие качественные признаки, совсем железные, да, можно и меньше брать, но в целом сейчас уже таких проблем нет. Мы знаем, что для Эву Тердеград, да, для класса Эву Тердеграда характерно, очень, ну, как бы такая жесткая специфичность признаков, даже очень мелких, то есть вплоть до расположения, вот у них вот во рту, там, вот такая трубка, вот передний конец, там есть зубы, вот это фактически сильно зубы, потому что они неподвижные, но это такие зубовидные выросты, партикулярные, да, и вот то, в какие ряды расположены эти зубы, вот, субмикроскопические, да, их расположение, их форма, это признаки, очень неплохо удерживающиеся в пределах рейд. Все то, что считалось вариабельными видами, как только начали смотреть с использованием генетических методов, оно все тут же начало разваливаться на комплексы видов, вот, каждый из которых уже имеет вполне достаточно плохие, четкие, мифологические признаки. С гетерокардеградами сложнее, вот там, похоже, есть, да, какая-то изменчивость, вот, 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 у панцерных особенно, по выростам, по длине выростов, паттикулярных, то есть там что-то такое есть, но там тоже еще впереди копать и копать, потому что, ну, с ними просто немножко труднее работать, они реже встречаются, и, ну, пока не так много данных, на самом деле. То есть вполне возможно, что там это тоже действительно комплексы видов. Вообще сейчас, в целом, в новом месте гораздо проще найти новый вид, чем найти вторую популяцию стран. Да, то есть большей частью то, что ты находишь, при внимательном рассмотрении оказывается новым видом, который, ну, поставил по параметрам, надо было бы отнести там какого-нибудь старта. Хороший вопрос, но пока вот сложно судить, неоткалиброванные часы. Пожалуйста, еще вопросы судим. Наверное, тогда надо отнесать, что количество вопросов сразу говорят об интересах. Просто здесь не как-то другому сказать этот взгляд. Очень интересно. Спасибо огромное. Спасибо. здесь надо как-то включать. Спасибо.